Привет, друзья! Поздравляю всех с Новым Годом! Желаю счастья в Новом Году, чтобы все ваши желания и хотелки сбылись, и чтобы вы получили тот подарок, о котором вы мечтали или думали в Новый Год, чтобы не было разочарований и чтобы Новый Год был лучше предыдущего. Год, прошедший, был достаточно сложным, насыщенный очень событиями, не всегда позитивными, но главное то, что на канале стало еще больше позитивных и увлеченных ножевой темой людей, и с которыми приятно пообщаться. Я этому рад, именно это и было целью создания канала. Я неспроста положил в кадр вот этот спайдерка и китайский Чизет. Значит, это реплика, не имеющая оригинальных никаких логотипов, поэтому не претендующая на лавры оригинала. Я сейчас пришел к мнению, что вот именно такие должны быть реплики, что нет места подделкам, потому что нечистые на руку продаваны могут продать неискушенному пользователю подделки за оригинал. Мне, в общем-то, я ножи не продаю, зачем вообще мне помогать каким-то мошенникам. Вот. Но, с другой стороны, оригинальный производитель ломит такие цены, что хочешь не хочешь, переориентируешься на Китай. Вот. Кто что думает по этому поводу, напишите в комментариях, я буду благодарен. Ну и по традиции, десятка уникальных ножей за этот год. Для меня, конечно, уникальных. Значит, все так же первое место у меня занимает F1 от SteelClaw, потому что я его максимально часто ношу с собой. Этот нож идет основным ММИ и DC, и какие бы хорошие ножи не были, то есть какие новинки не приходили, и если я не знаю, что взять, я, скорее всего, возьму его. То есть, самый удобный для меня нож для EDC. Хотя, мне кажется, что он более универсальный. То есть, для леса, мне кажется, он тоже вполне подойдет, хотя, конечно, хотелось бы побольше лезвия. Вот. Как видите, вот у меня клипса ободралась, и в этом году он приобрел у меня пескоструйную обработку, которая скрыла все мои... Я его пытался отполировать, и он достаточно был криво отполирован, и хороший человек сделал мне пескоструйную на него. Вот, стилклоп почти не видно. Вот. Этот нож занимает все так же у меня первое место, потому что он просто самый универсальный, самый удобный. И, в общем, я им постоянно пользуюсь, поэтому первое место. Значит, второе место... Это бенчмейт Пика. Я купил ее с рук. Вот. Я давно ее искал, наверное, поэтому она и занимает у меня второе место. Великолепный нож. Первое исполнение. В основном я его носил на тачи. Все равно в городе я ношу вот этот нож. Он мне сейчас более ближе. Вот. Пика тоже великолепный нож. И еще из-за того, что я его очень долго искал, и я им очень доволен, на дачу в основном я его носил, он занимает у меня второе место. Вот. Значит, третье место у меня... Ну, давайте я буду откладывать. У меня занимает бритва брутальная, атотрупус кнаев, кости сажена. Этот нож вообще уникален. Он уникален дизайном, и он уникален тем, что вот этим ножом я для себя открыл отечественного производителя. Вот именно этим ножом. Его я купил первый у Кости. Я съездил за ним сам в Нижний Новгород. Посмотрел, что это такое. Честно говоря, я не верил, что, может быть, относительно за разумные деньги можно купить рабочую, мощную, крутую вещь. Вот. И поэтому для меня вот этот нож – это революция в этом году. Еще раз повторяюсь, отечественный производитель вполне может дать очень качественные вещи, уникальные и очень неплохо сделанные. Это у нас G10, Titan и 9Х18. На канале есть хард-юс его. Великолепно себя показал железка. Я очень доволен. Вот. Ну и сам дизайн, он стоит вообще многого. То есть, эта вещь вообще просто для кайфа. Несмотря на то, что нож не имеет полноценной фиксации, то есть, он фикционный такой вот, но все равно вещь просто великолепная. Она просто для кайфа. И в то же время ему можно и порезать там что-то, и продукты, и построгать. И, собственно говоря, это можно посмотреть в хард-юсе. Вот. Этот нож занимает у меня третье место. Так. Четвертое место у меня занимает Калада. Калада от Кизляр Суприма. Значит, я над этой Каладой много поработал и свел ее в 0.3-0.4 АУС-8. Вот. Мне очень понравилось. А, также я ему облегчил ручку. То есть, попилил я его очень много. И нож мне очень понравился. Я, в общем, он легенький, удобный, при этом достаточно крепкий. Вот. Сейчас Кизляр Суприм, что мне понравилось, еще раз, кстати, об отечественном производителе. Не только западный производитель может, и Китай может реагировать на критику. Вот. Кизляр Суприм это самая грамотная реакция на критику и вообще на пожелания пользователей. То есть, сделав обзор и сказал, что, ну, толсто сведем нож, что это такое, производитель не сказал, мол, да ты иди, мол, лесом не твое дело и давай деньги и до свидания, как делает это большинство производителей. А, Виктор сказал, да, действительно, будем сводить тоньше и на последнем клинке действительно я вижу колладу из-заус-8 сведенную там где-то в 0.3-0.4 и прям вот жалко, что я, что вот эту вот, скажем, переделку не сделал и вообще тест не сделал кто-то другой. Я бы тогда купил колладу уже сведенную тоненько и при этом мне не пришлось бы ее перепиливать и уродовать своими кривыми руками, потому что пересвожу я, пересводил я его болгаркой. Вот, хороший человек сделал на него пескострой, скрыв все мои ну, как видите, неровные вот эти вот сведения, но тем не менее ножом я очень доволен, у него оптимальное и не твердое, и не мягкое, я не могу сказать, что здесь 60 единиц, скорее всего, здесь 56 где-нибудь, 57, вот, может быть, даже 55, то есть, в принципе, он легко точится и легко, ну, как бы, вполне нормально держит режущую кромку. То есть, открыв консервную банку, он, конечно, бритвенную заточку теряет. Нож, я слишком увлекся, но нож мне действительно нравится, я, честно говоря, не фанат фиксов, но вот в этом году он мне понравился, вот я ему сшил такой кубру, я еще покажу ее подробно в обзоре. Так, значит, четвертое место у меня занимает нож голем от стилклоу, нож очень неплох, я бы сказал, что нож просто отличный, очень неплох именно тем, что у него, это, по сути, а-ля эндуро, и вот это вот отверстие, оно, как бы-то, его немного портит, я бы сказал, что даже, ну, его как-то хочется какое-то уникальное отверстие, из-за этого отверстия нож, ну, он какой-то обычный, ничего в нем такого уникального нет, и тем не менее, прекрасная механика, никакого люфта, очень мягкий ход, клипсу глубокой посадки, вот видите, я ее нагрел, и винтики тоже экспериментировал, чтобы потемнее ее сделать, нагревал, на газу нагрел, охладил, вот она потемнее стала, вот, и нож тоже достаточно долго со мной ходил, носил я его на кармане, его не видно, он дает полноценную режущую кромку, большую достаточно, вот, и мне кажется, что очень неплохой вариант, если вы хотите, нож с большой режущей кромкой, вас не смущает вот это отверстие, механика великолепна, вес вполне нормальный, в общем, всем хорош, вот еще немного, у него слишком явно выраженная пистолетная форма, вот это может быть, тоже немного смущать, но, еще раз повторю, ножичек такой, я бы сказал, без претензий по дизайну, потому что это скорее похож на эндуро, и в то же время, великолепная механика, и очень удобен, никаких тут, нет никаких ни фасок, ничего, в общем, сразу удобен, без всяких там, без косяков, в общем, я не смог найти никакого косяка в этом ноже, вот, этот нож занимает пятое место, так, шестое место, у меня занимает Китайская крыса, я, честно говоря, очень удивлен, но, именно так, это и произошло, потому что, то есть, крысу мне дал человек, просто на обзор, я, честно говоря, ничего не ожидал, такого, Китайской крысы, Китайская крыса, ну то есть, ой, какая крыса, Мора, Китайская мора, совсем, я уже с ума сошел, вот, Я, честно говоря, ничего от неё не ожидал, просто взял её на обзор потестировать. Нож себя прекрасно показал, и я купил себе такой аналогичный. И жене он тоже полюбился. Долгое время он у меня где-то месяца полтора был на кухне. Потом жена очень сильно им порезалась и отказалась от него. В общем, она её теперь боится, поэтому этот нож вернулся обратно в чехол и на полку. Нож очень недорогой, 500 рублей он, по-моему, стоит. Он удобный и, в общем, прекрасный нож. Ничего плохого про него не могу сказать. Валялся вместе с посудой в раковине, никакого поржавения не наблюдается, я его не чистил. Вот, режущую кромку я сделал, микроподвод небольшой, чтобы он не так быстро тупился. Всё-таки это нержавейка, и бритвенная острота уходит достаточно быстро. Но не хуже оригинальный Моро. В общем, вещь хорошая, и для меня это явилось открытием. Вот, значит, и он занимает у меня шестое место. Седьмое место у меня занимает ГАНЗ. ГАНЗА 728. Прекрасный ножичек, маленький, лёгкий, дешёвый, без всяких вот этих вот извратов в дизайне. Вот, единственное, что мне хотелось бы, это клипсы глубокой посадки. В общем, мне кажется, что это вариант крысы. Он тонко сведён, собственно говоря. Для того, чтобы посмотреть, давайте я вам кончик просто покажу. Видите, он тоненько сведён. Ассист. В общем, приятный, хороший ножичек, без претензий. Тоже очень, очень неплохо. По-моему, всё-таки я там что-то подтягивал, смазывал. В этом, в ассисте, ну, не помню. Если честно, ну, мне кажется, что для человека, который особо... Ну, в общем, обычному человеку хватит на всю жизнь. И, в общем-то, его задачи с головой перекроют. И он и приятный такой, ну, то есть, сканди обычный клиночек, простая рукоять, то, что надо. Вот. Он занимает у нас, так, седьмое место. Так, восьмое место у меня занимает Занкуда. Занкуда, когда я её купил, а купил её под Новый год, до кучи, я покупал подарок и до кучи взял вот эту Занкуду. Вот. Как только я её получил, я был просто шокирован. Я был разочарован. То есть, какая-то ерунда пришла. Он какой-то не открывался. Вот. Ужас какой-то. Вот. Со временем, значит, я... Во-первых, я ему сделал накладку, которая в два раза толще. И посимпатичнее гораздо. И, во-вторых, я научился ставить пальцы на клипсу. И он прекрасно выстреливает. Поюзав его на даче, по грибы, ножик оказался очень удобный. Он тоненький. Хороший резачок такой. Конечно, никакие боковые нагрузки. Но приятный такой хороший резачок. Удобный для кастомизации. Мне кажется, что... В общем, уникален тем, что я полностью поменял своё мнение о нём. То есть, когда я его получил, это было полное разочарование. Я даже подумал, а не вернуть ли его продавцу. Не заморочиться ли возвратом. Но сейчас я им очень доволен. И я рад, что я не вернул его. И после вот этого вот, так скажем, мнения у меня полностью поменялось о нём, я решил, что, наверное, ависпа мне ещё нужна будет. Если кто-то готов расстаться со своей ависпой, то напишите мне, может быть... Ну, в смысле, может мы сможем договориться и на что-то поменяться. Вот. Ни на Занкуду. Занкуда не меняется. Так. Девятый нож. Это фрикционный нож. Также от Рупускнаев. Кости сажена. Ножчик. Последнее время я чувствую, что меня тянет на простые формы. И вот этот ножчик очень прикольный. Вот он просто прикольный. Его берёшь в руку. Он ничего не весит. В общем-то, недостаток то, что нет фиксации. Хорошо бы ему какую-нибудь фиксацию бы нормальную. Тогда бы ему, наверное, вообще цены бы не было. Но вот именно такой ножчик для грибов прям то, что надо. Он ничего не весит. Он тоненький. Приятное вот это вот травление симпатичное. Очень... Я с ним, в общем, походил. А я ему приклеил карбоновый. Карбон тут один миллиметр. Чтобы он посимпатичнее был. И, в общем, мне этот нож очень понравился. Тактильно он мне понравился. То есть, я просто бросал его в куртку. Он не открывается. И подтянулась его немножко. И он стал более жёстко открываться. Кому как нравится, в общем. Что он не открывается сам по себе. Нож. Просто в кайф. В общем, просто кайфный нож. Тоненький. Такой прям вот там. Лисички я собирал. Прям то, что надо. Его прям вытаскиваешь. Раз, тюк, и хоп. Обратно в карман. В общем, нож для кайфа. Ну, симпатичное такое травление. Тоже приятно. Вот. Девятое место он занимает. И последнее место занимает подарок хорошего человека. Это домино. Этот нож уникален тем, что полностью также поменял я о нём своё мнение. То есть, на картинках он мне совершенно не нравился. Я ни на что вообще, в общем, даже не рассматривал к приобретению. Потому что короткий клин, один к трём. Я такое вообще соотношение не принимаю. Широкий клинок. И, в общем, такая ручка мощная в закрытом состоянии. Ну, то есть, широкая в закрытом состоянии. То есть, взять его в руку нельзя, как он там что-то подстучает. Потому что вот это лезвие будет в пальцы вбиваться, врезаться. Но это подарок, неожиданный подарок. Спасибо, Женя. И прекрасная механика. И в руке он оказался очень удобным. Он очень удобным в руке оказался. И вот таким вот образом. И вот так. И, в общем, совершенно не ожидал я от него такого. И нож просто полюбился в качестве вот игрушки даже. Я вот не могу даже сказать, что я его куда-то часто беру. Хотя вот Стас мне сделал из него золотую рыбку. Покрасив такое анодирование золотое. И сделав клипсу глубокой посадки. Но это прям вот эти вот подшипники, которые в осевом. Они настолько там всё чётко сделаны. Ну что, он прям вылетает, как я не знаю, как из пульки. И всё это мягенько. Никакого, никакого, нет никакого сопротивления. Вот. И этот нож занимает у меня десятое место. Вот. Ещё я хотел бы добавить к этой десятке разочарование этого года. Разочарование этого года у меня это Ганза Крыс. Вот. Так что, чем, значит, нож мне достался. Я поменялся. Претензий никаких нету к человеку. И, в общем, всё было хорошо. Я даже им порезал, что-то там потестировал. Щёку сухую покромсал. И нормально всё. Ничего не закрылось. Но, посмотрев обзор одного человека, к сожалению, не помню, как он называется. Реальный нажиман, насколько я помню. Вот, как у него, как он попытался этот нож, то есть, вот, смотрите, он открыт, то есть, бум, и нож уже закрылся. Человек себе опрометчиво взял вот так вот в руку и рассёк себе палец. И, в общем, для меня это явилось неожиданностью. Потому что, ну, нож всё-таки должен быть надёжным. Даже несмотря на то, что он после вот этого тестирования на такой сухой щуке, он не закрылся мне на палец. Ну, значит, мне просто повезло. Но, имея нож, который может в любой момент закрыться, мне кажется, то есть, это такой подводный камень, который я, например, не готов принять. Поэтому для меня Ганза вот здесь большой, в общем, сильно пострадал его имидж в моих глазах. И, в общем, я с Аксисом, наверное, больше Ганза не возьму. Если кто-то думает, что я просто обливаю Ганза, то вы забываете, что у меня в десятке есть прекрасный нож от Ганза с лайнером, который не просто так у меня в десятке. Действительно крутая вещь. Вот. Ещё раз смотрите, как этот нож закрывается. То есть, вот он открыт. Бум. Нож просто закрылся. То есть, достаточно лёгкого удара, и он закрывается. Даже вот смотрите. Видите? То есть, если удар приходится ровный, нож не закроется. Но если удар под углом происходит, то нож закрывается. Я, например, не готов принять к этому. К примеру, мой любимый 720, который я считаю лучшим от Ганза. Смотрите. Никаких проблем, никаких люфтов. Ещё раз крысу. Тут даже не нужен никакого удара. Достаточно. Пум. И всё. И он закрылся. Берём. Значит, у меня много ножей с такими косяками. И все они последние. Это значит 738. Тоже я вам... Он лучше держит, чем Ганза. Но, видите, тоже закрывается. И Ганза Гриб. Тоже имеет такую же проблему. Видите? Берём 704. Даже на мелко. Берём 717. Притом, это не просто. Это облегчённая версия. С клипсой глубокой посадки. Я над ней нормально поработал. Вы видите? Просто... Теперь я, наверное, всё-таки... В общем, Ганза не куплю. Ганза с Аксисом. Для меня, к сожалению, Ганза сильно... Теперь нет ему никакого доверия. Этому замку. Поэтому я не готов. Вот это ещё получше. Ну, вот, Ганза Крыс, это вообще... Это прям вот... Это, по сути, нож фрикционный, без замка. То есть... Ну, что это такое? Это что? Пум? Вот. Поэтому Ганза Крыс у меня разочарование этого года. Надеюсь, было интересно. Присылайте свои десятки. Я с удовольствием посмотрю. Всем добра ещё раз в этом... В этом году. И желаю ещё раз, чтобы у вас сбылись... Все ваши желания. Желание. Желание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok